Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Новенькая Полина Лобанова, которая пришла к Ярославу Черткову, уже переключилась на Диму Талыбова. Ребята решили проверить Полину, переспит она с ним в первый же день или нет, и в итоге Полина отдалась Диме. Также Полине нравится и Арай Чабанян. Они обнимались и ласкали друг друга. Лилия Четрару хочет дать шанс Сергею Захарьяшу. Настоящая любовь, она просто так не проходит, пишет Лилия. Не могу сказать, что мы будем вместе, но шанс доказать свою любовь я бы хотела ему дать. Кроме Захара, улететь с Сейшел на поляну очень хочет и Захар Саленко. Ведущие сказали ребятам самим решить, кто из них двоих должен вернуться домой. Захар и Сергей возмущенно требуют отправить на поляну обоих. Таня Мусульбес обнаружила в соцсетях переписку Никиты Шалюкова с девушками, где он пишет им, что свободен и ждет их на проект. В итоге Таня с Никитой расстались. Филу Кострубову не нравится поведение Кати Кузнецовой. Ей постоянно пишут ее бывшие, которого Катя не может забыть. Саша Шева написала о том, что опять начудила на острове. О ее проделках увидим в ближайших эфирах. Катя Жужев в микроблоге пишет о том, что счастлива в новых отношениях с Евгением Кривенко. Это стилист Ольги Орловой и ее, видимо, уже бывший бэйфренд. Машу Кахно все-таки выгнали с проекта. О ее уходе рассказала Татьяна Владимировна Африкантова. Также информацию об уходе Маши подтвердила и Ольга Рапунцель. Судя по всему, свое 28-летие Маша отметила уже за проектом. Дима Лукин поздравил свою бывшую. «Сегодня ты стала на год старше и, надеюсь, на год умнее. Счастья тебе и храни тебя Бог», – пишет он. Юлия Ефременкова в последнее время стала очень много общаться со своей мамой. Мама Юлия убеждена, что дочке пора завести семью, родить детей, а Сергею это еще рано. Она уверена, что кучеров не поменяется. Татьяна Африкантова рассказала свои впечатления о молодом человеке-дочери. Рома Капаклы очень легко вошел в их семью. Но ночью его отметила кошка. Африкантова спрашивает, а вы как считаете, если кошка Абдулла это отметила на долгую дружбу или парень пришелся не ко двору? После заселения Ольги Рапунцель на поляну прошло уже достаточно времени. Но, несмотря на это, в ее комнате царит полный бардак. На этом стоп-кадре видно, какой свинарник устроила Рапунцель. Первый ребенок Курбана Амарова, как оказалось, живет не так хорошо, как его отец и сестры. По фото, которое недавно появилось в сети, становится понятно, что мальчик обитает в обычной хрущевке, которая нуждается в ремонте и смене интерьера. Многие убеждены, что Амаров экономит на алиментах и даже не переживают, что его первенец живет в таких скромных условиях. Не исключено, что Ксения Бородина контролирует все доходы мужа, не позволяя тратиться на сына. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.